И в предложение темы. Сегодня в День эколога был дан старт акциям по уборке городских территорий. Так называемые субботники проходят в регионе ежегодно и собирают большое количество единомышленников. Так, в солнечно-июньский день на уборку мусора вышли представители органов власти. К ним присоединилась и наша съемочная группа «Слово Екатерине Дементьевой». Народная мудрость гласит – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Впрочем, вслед за сходом снега на городских улицах и во дворах появляется грязь и ссор. Именно поэтому на помощь природе приходят добровольцы. Среди них сегодня представители органов власти. Считаю, что такие мероприятия необходимы. Все-таки какая-то помощь по уборке территории, то есть поддержать красоту нашего региона, нашего города. И, с другой стороны, приятно, когда вокруг чисто, аккуратно, приятно и гулять на улице, выходить с детьми и понимать, что все чисто, никакие бумажки не будут ребенком взяты. На площади Марацей всем представителям власти выдали необходимый инвентарь. За каждым департаментом закрепили определенную локацию для уборки. С учетом нашего Наринмарского короткого лета, возможно, это единственная возможность побывать в хорошую погоду на свежем воздухе, потому что все остальное время служащие не проводят в офисе. Хорошая погода, полезное дело, почему бы и нет. Нам определили фронт работ, выдали инструмент. Ну, не знаю, может быть, даже устроим соревнования между коллегами, кто наберет больше. В общегородском субботнике принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Он проходит для того, чтобы наш город стал чище. Мы стартовали на этом участке. Ну, кстати, субботник проходит во всех районах города. Участвуют все, кто хотел бы присоединиться к этой акции. Тем более, что сегодня День эколога, и можно сказать, что мы в День эколога проводим такую замечательную акцию. Завтра эта акция продолжится уже в другой части, на Лаевожской дороге. И мы призываем, приглашаем всех принять участие в этой акции молодежного центра. Часть территорий пока еще скрыты под водой. Также из-за паводка много мусора было вынесено на береговую линию. Сегодня у нас в основном охвачен центр города, центр Кармановка. То есть мы распределили их, так как основные участники у нас сегодня – это государственные органы власти, то распределили территории, именно находящиеся здесь. А в дальнейшем у нас также будет и силами городской администрации, мы будем убирать и территории, которые сейчас подтоплены. И в течение еще всего летнего периода у нас будет проходить акция «Чистые берега», когда и волонтеры, и просто жители города будут убирать территории. Это абсолютно добровольная акция, которая направлена для того, чтобы, как сказал Григорий Васильевич, создать комфортные, приятные условия для всех здесь проживающих, всех гостей. Помочь в уборке мусора, накопившегося за зимний сезон, можно и в городе, и в зеленой зоне. Акция продлится до конца июня. Но и в остальное время не стоит проходить мимо выброшенного кем-то на землю мусора.